Фальсификация истории России Россия – финская страна, а не славянская, а только что проведенная российскими учеными исследования Генофонда Русского Народа показала, что русские – не славяне, а Мар-2 – лицо русской национальности. Откуда же взялись совершенно искаженные представления о русском народе и истории России? Когда и как они появились? В данной статье ответ на эти вопросы Начало вымысла Фальсификация российской истории в полномасштабном виде произошла во время правления Екатерины II в самом конце XVIII века. Императрица лично редактировала составляемую ее историю России, правя при этом исторические документы, давая распоряжение по уничтожению некоторых документов и по написанию фальшивок. Необходимость глобальной фальсификации истории именно в это время определялась захватом ВКЛ и Западной Руси, Украины, в ходе разделов Речи Посполитой. Среди политических задач стояли 1. Чем-то обосновать приобретение этих совершенно чужих для России территорий. 2. Для подавления национально-освободительной борьбы белорусов и украинцев. Придумать миф о том, что они якобы всегда мечтали оказаться под властью России. 3. В рамках этого мифа следовало создать еще один миф, о том, что московиты являются славянами и Русью, а не финским населением финской Московии. 4. Для прикрытия реализации этих задач следовало провести массовую ревизию всех летописей исторических документов в захватываемых территориях с целью их исправления или уничтожения. 5. Для реализации этих политических целей следовало решить уже конкретные задачи по фальсификации истории. 1. Создать миф о том, что Киевская Русь с приходом татар вдруг начинает считать Русью, и даже центром Руси, находящуюся в Ордее в тысячи километров от Руси страну Моксель, Мокше, населенную финскими племенами и до этого никем Русью не считавшуюся. 2. Создать миф о существовании Суздальской Руси, хотя о существовании таковой никто до Екатерины 2 не знал. 3. Создать миф о том, что Москва была основана при участии киевских князей. Хотя до Екатерины 2 все историки дружно полагали, что она основана по велению ордынского хана после 1257 года, тогда татаро-монгольская империя произвела в своих северных улусах перепись всех поселений и всего населения края для ужесточения податного обложения, и Москвы в ней еще не было. 4. Создать миф о том, что Московия — это Русь, а московиты — не финны, а славяне. 5. Создать миф о каком-то Еге Орде, хотя до этого все историки считали, что Московия три века была надежным оплотом орды в борьбе с Русью, а затем при Иване Грозном захватила власть в Орде. 6. Создать миф о том, что Дмитрий Донской боролся не за Орду, а против Орды, и так далее. 6. Переписыванию подлежали все ключевые моменты истории Московии. 7. Именно Екатерина-2, европейски образованный человек, приехав в Российскую империю и со временем получив доступ к архивным первоисточникам, пришла в ужас, обратив внимание, что вся история государства держится на словесной и былинной мифологии и не имеет доказательной логики. 7. История державы опиралась на живое изыскание Ивана Грозного и находилась в хаосе без доказательности и взаимоисключающих противоречий. 8. Разве можно было считать серьезным утверждением московских Рюриковичей, что Киевская Русь принадлежит Московии на том основании, что московский князь вышел из киевской династии Рюриковичей? 9. К тому времени в Европе была не одна династия, представители которой были одной веры, правили в разных странах, однако не посягали только на этом основании на чужие страны. 10. И тогда императрица усердно принялась за дело. 10. Не стоит думать, что Екатерина II из-за простого бескорыстия принялась писать и упорядочивать российскую историю. 11. Все проделывалось не без величайшего умысла. 11. Ведь в том длинном ряду московских, а позже российских, князей, царей и императоров должна была занять одно из почетнейших мест и сама Екатерина II. 12. И чем величественнее и благороднее оказывался тот ряд, тем величественнее в нем смотрелась она, принцесса германская. 12. Она мысли не допускала, что в царском роду может оказаться среди татаро-монгольской рядовой знати. 12. Это был кошмар. 13. Такого, для европейски образованного человека того времени, даже во сне нельзя было допускать. Екатерина 24 декабря 1783 года своим указом повелела создать комиссию для составления записок о древней истории, преимущественно России под начальством и наблюдением графа П. Шувалова. В. О. Ключевские исторические портреты, строение 564, вот как указ исполнен на практике, назначить до десяти человек, которые совокупными трудами составили бы полезные записки о древней истории, преимущественно же касающиеся России, делая краткие выписки из древних русских летописей и наземных писателей по известному Екатерине 2, довольны своеобразному плану. Эти ученые составляют собрания, но их избирает Шувалов, предпочитая при выборе прилежности точность остроумию, и представляют императрицы. Начальствующим по сочинению российской истории по велению Екатерины 2 стал Герард Фридрих Миллер, в лице, так называемого Миллеровского исторического департамента, так как сам академик в 1783 году ушел в мир иной. Но именно Миллер оказал решающее влияние на сочиняемую российскую историю. Ранее он искал исторические материалы в Заволжье и в Сибири, то есть, он изымал материалы, касающиеся татаро-монгольского прошлого Московии, 1238-1598 годы годы. В 1792 году Екатериненская история увидела свет. С тех пор вносить что-либо иное в повествовательный каркас истории Российской империи категорически воспрещалось. Член комиссии Александр Васильевич Храповицкий, 1749-1801 год Г.Г., в 1782-1793 годы Статс-секретарь императрицы Екатерина 2, в своих мемуарах, прошедших многократную царскую и церковную цензуру и изданных в 1862 году, переизданных в 1990 году в Москве, открыто пишет, что Екатерина 2 лично провела новую версию истории, включая составление родословной российских великих князей. При этом утверждала, что следовать надо не историческим фактам, якобы запутанным, а нужному нам порядку, российским нуждам. Любопытная фраза Екатерины 2, приводимая в мемуарах Храповицкого. Он записывал ее прямые указания показать огромную мощь татар и причину их побед в отсутствии прочной монархической власти. Екатерина приказала привести не менее 70 удельных княжеств для показа раздробления России. В том числе в записях о татарах и их силе при нашествии на Россию императрица уже подменяет понятием России Суздальскую землю. Особо императрица поручает Храповицкому создать миф о том, что россияне – это якобы славяне, для чего тот отыскал бумаги. Во время жития в Эрмитаже писаны о древности славин, с изысканием первобытного народа. Забавны такие типичные моменты в мемуарах, показывал я реку Сить, в Ярославской губернии. Она впадает в Мологу, а Молога – в Волгу. На Сите убит князь Владимир Юрьевич Рязанский от татар. Думали Екатерина 2, что он перешел в Волгу гораздо ниже, чтобы атаковать татар. Но река Сить показывает, что Владимир бежал к Твери. Сим открытием не очень довольны для сочиняемой истории. Вот так бегство князя от татар превращается в атаку против татар, потому что сим открытием не очень довольны. И из таких тысяч мелких, а часто и крупных, фальсификаций тотально создается совершенно другая, выдуманная история. Показательно, что о ней Храповицкий в этой цитате говорит, для сочиняемой истории, что совершенно верно, так как эта история России комиссии под кураторством императрицы именно сочинялась. Доработка истории. Историк Владимир Белинский пишет, что будучи по тем временам отлично образованной и всесторонне развитой, Екатерина 2 понимала, где не стыкается история империи. Читая старинные летописания о Киевской Руси, она видела, что европейцу сразу же бросалось в глаза, бездоказательное и нагловатое перенесение права наследия от Великого Киевского княжества на Моксель или Суздальскую землю, а впоследствии произвольное переложение этого права на Московию. Для европейски образованного человека подобное – нонсенс. В свое время и Англия высказывала претензию на Францию. Однако к концу XVIII века английское посягательство на французский престол превратилось то ли в европейскую шутку, то ли в арс. И Екатерина 2 об этом знала. Она понимала, что если подобный разрыв даже ей бросается в глаза, то впоследствии серьезные европейские исследователи попросту отвергнут голословные утверждения московитов об их наследственном праве на историю землю Киевской Руси. Ведь на части земли Киевской Руси во времена Екатерины 2 проживал тот самый все еще не подвластный Российской империи народ русинов-украинцев, совершенно не похожий на московитов. Именно тот период истории великороссов, вторая половина XII-XIII века, подлежа коренному укреплению. История последующего периода требовала обычной доработки. Действовала императрица очень хитро и умно. Она не стала трогать историю Киевской Руси, что представляло опасность. История о Киевской Руси к тому времени была зафиксирована не только в летописях, хранящихся в архивах Екатерина 2, но и в летописях, литовских, польских, шведских, венгерских, греческих, тюркских, арабских и т.д. Залешанские же княжества, т.е. будущее Московия, вначале создавались вне связи с европейской культурой и вне контактов с народами, которые к концу XII и в первой половине XIII века могли зафиксировать ее конкретизированную историю. Российская империя сделала все возможное, дабы народы по Волжье и Сибири то ли уничтожить, то ли урусочить и принудительно загнать в христианство. А волжская Булгария – сожжена. Ее медреси и мечети разрушены до основания, все культурные ценности и летописи похищены и вывезены в Московию. Т.е. все, что мы сегодня знаем о происхождении Суздальских княжеств и Московии, нам сочинили и преподнесли платные сотрудники империи, паденщики Екатерины 2 и их последователи. Все они сочиняли преимущественно историю России только по екатерининским источникам, после чего была введена жестокая церковная и государственная цензура. Таким образом, задача фальсификации сводилась Екатериной к двум частям. 1. Написать никогда не существовавшие летописные своды Москвы и периода Орды, их до этого никто в мире не знал и никто до 1783 года не упоминал. Они все массово сотнями впервые появляются миру только при работе комиссии. 2. Исправить летописи Украины и ВКЛ, внося в них поправки в виде ссылок на сочиняемые события в Древней Московии и на сочиняемые летописные своды Москвы. Причем, летописи ВКЛ особой проблемы не вызывали, ибо были целенаправленно массово сожжены тоже с целью сокрытия правды еще во время недолгой оккупации ВКЛ войсками Ивана Грозного. А вот украинские летописи были головной болью императрицы. Характерно, что Екатерина собрала большими усилиями все доступные украинские древние тексты в их оригиналах, но они у нее в руках вдруг исчезают, а остаются только исправленные ее рукой их списки. Например, Храповицкий пишет, что вместе с Екатериной работал с оригиналом повести временных лет Нестора. Побывав в руках императрицы, оригинал исчезает, как множество других подобных раритетов. Владимир Белинский замечает, до нашего времени дошли только сочинения, летописные своды и навсегда, после Екатерины 2, исчезли оригиналы древности. А дошедшие до нас летописные своды были найдены или при жизни Екатерины 2, или после ее смерти. Комиссия, надо заметить, хорошо поработала. Замысел комиссии – соединить в летописных сводах, то есть в народном повествовании, Киевскую Русь и Московию. Так в Ипатьевском своде во след повести временных лет идет Киевская летопись за 1119 и 1200 годы, далее Голицко-Волынская летопись, излагающая события с 1201 по 1292 годы. Только в этой летописи упоминается год основания Москвы. А Лаврентьевский летописный свод во след за повестью временных лет содержит описание летописцев южнорусских, а затем Владимир Суздальска-Руси. И такая, теперь оказывается, в древности была замысел Екатерины 2 великолепен. Пишутся десятки летописных сводов, которые впоследствии находятся, где народные гении сами переносят право наследия от великого Нестора, древнего Киева и Голицко-Волынского княжества на Владимиросуздальскую Русь. А уж кто и как сочинял северорусские летописи, ведомо только Екатерине 2 и комиссии. И вот в 1792 году, в Санкт-Петербурге, появился яркий плод ее работы. Так называемый Львовский свод, под авторством абстрактного летописца Русскага. Как видим, авторство комиссии лично Екатерины 2 из скромности упущено. Все последующие летописные своды были найдены то ли екатерининскими подельниками, то ли лицами и очень уж заинтересованными в их появлении, и всего лишь уточняли северорусские летописи. Имперские историки и по сей день стесняются признать летописный свод, изданный в 1792 году в Санкт-Петербурге, Екатерининским. Хотя авторство императрицы и комиссии давно доказано многими честными историками. В 1792 году появился державно отредактированный летописный свод государства российского в пяти томах, якобы сочиненный летописцем русским. А дальше понеслось. Машина фальсификации все набирала обороты. Мусин Пушкин Алексей Иванович. Граф, русский государственный деятель. Удалось открыть лаврентьевскую летопись. Он опубликовал слово о полку Игореве под названием «Ираическая песня о походе на половцев удельного князя Новгорода Северного Игоря Святославовича». 1800 год. Псе. Третье издание. Том 17. Строение 129. М. Карамзин намного перещеголяла и Мусина Пушкина, члена комиссии, я искал древнейших списков. В 1809 году, осматривая древние рукописи покойного Петра Кирилловича Хлебникова, нашел я два сокровища в одной книге, летопись киевскую, известную единственно Татищеву, и Волынскую, прежде никому неизвестную. Через несколько месяцев достал я и другой список их, принадлежав некогда Ипатевскому монастырю, он скрывался в библиотеке С.Петербургской академии наук между дефектами. Н.М. Карамзин. История государства российского. Том 1. Строение 24. Все подобные открытия невероятных по своему значению, никому никогда до этого неизвестных и неким никогда неупоминаемых документов, делается почему-то только участниками работы комиссии. Причем, все эти находки странным образом удачно доказывают заданные Екатерины указания по изменению картины истории. Дала задание, а вот и документ нашелся, ранее никому не ведомый. Цепь удивительных совпадений. На самом деле Липа очевидна. Никто в здравом уме не может поверить, что Карамзин мог найти в библиотеке академии наук нечто никем не замеченное и к тому же до этого никому неизвестное и нигде неупоминаемое. Белинский это комментирует так, все вновь разысканные своды, как близнецы-братья изготовлены на одной колодке то ли екатерининскими ребятами, то ли первооткрывателями. Каждый из вновь найденных летописных сводов имел свое какое-либо уточнение или подстегивал киевской старине новую великорусскую землю, то ли тверскую, то ли рязанскую или московскую. Параллельно Екатерина 2 вводит своим указом в 1787 году строгую цензуру на публикацию книг по истории и на переиздании древних летописей. Отныне частные издательства не могут издавать такую литературу, а в первую очередь это запрещено знаменитому издательству Новикова, который издал во время работы комиссии несколько книг, которые прямо противоречили историческому творчеству Екатерины. Об одной из них подробнее, ниже. Аж 16 сентября 1796 года был объявлен указ Екатерины 2 о запрещении вольных типографий и о введении еще более жесткой цензуры. Характерная черта плана тотальной фальсификации, полное исчезновение источников, на открытие которых ссылается комиссия. В том числе упомянутые вышелетописные своды, якобы найденные Карамзином, странным образом исчезли, их никто не видел, кроме Карамзина, но зато они включены в базис истории России. Сие не научно, эти летописи не были доказаны исторической наукой как достоверные, вообще не были изучены, и исчезли, с какой же стати они сегодня признаются достоверными. Например, это невозможно в биологии, ученый не может приписать себе открытие нового вида, не предоставив самого образца этого вида. А вот в исторической науке, оказывается, вполне можно доверять только словам исследователя, не подкрепленным никакими видимыми доказательствами. Точно так и слово о полку Игореве, опубликованное в 1080 году по единственному в списку, владельцем которого был граф Мусин Пушкин. Величайший шедевр, находящийся в руках графа, сгорел, хотя сам граф войну 1812 года пережил и умер только в 1817 году. Не странно ли, граф Аи, Мусин Пушкин живет постоянно в своем дворце в Санкт-Петербурге, но величайшую ценность почему-то хранит в Москве. Понятно, иначе нельзя назвать оригинал исчезнувшим. Мусин Пушкин понимал, что при детальном изучении его оригинала обязательно обнаружится то ли его подделка под старину, то ли искажением текста. Напомню, что Мусин Пушкин, член комиссии, а в слове речь идет о событиях концах и века, которые активно фальсифицировались по указаниям Екатерины II. Элен Гумилев, принято считать, что слово о полку Игореве, патриотическое произведение, написанное в 1187 году. Причем, сама тема слова абсолютно расходится с исторической фактурой. Князь Мордвы Андрей Боголюбский в 1169 году напал на Русь со своих финских земель и устроил со своими финнами полный геноцид в Киеве, вырезав население, насилуя детей, разрушив при этом все православные храмы и являя при этом свое финское язычество. Зададим себе простейший вопрос. Неужели истинный верующий патриот Киевской земли, переживший Андреева сквернение славянских святынь, мог в своем сочинении славить Суздальскую землю Мокселя и ее финских пнязей? Прошло то всего 15-18 лет. Ответ на вопрос очевиден. Интересно мнение некоторых российских ученых, анализировавших лексику слова, они находят, что костяк произведения был действительно древнерусским, украинским. Но все, касающиеся отношения к будущей Московии, это подделка. Причем главным врагом русских произведений должны быть поданы как раз будущие московские земли. Было ли слово искажено членом комиссии в нуждах России или же является целиком подделкой, до сих пор предмет споров. Кстати, этот период расцвета имперского мифотворчества в России сопровождался, кроме создания комиссии фальшивых летописных сводов Форда и страны Моксель, массой вообще совершенно одиозных подделок. Стали во множестве появляться никому неведомые монеты средневековой Москвы, на которых были указания о том, что ее князья являются преемниками Киевской Руси. Стали появляться фантастические летописи, где история России возводилась аж до античных времен, когда славяне Москвы участвовали в греческих войнах. Хотя никаких славян в России нет и сегодня, а русские — это финны, как доказали исследования 2000-2006 годы российских ученых в рамках определения генофонда русской нации. Если славян в России нет даже сегодня, то откуда они могли взяться в античные времена? Тем более что сама народность славян возникла на многие века позже. Многие такие фальсификации нашими современными учеными отвергаются, как сущая глупость. Но вот фальсификации, созданные в ходе работы Комиссии, не только не отвергают в России, но напротив, базируются на ней, ибо она создает столь нужные сегодня и всегда имперские исторические обоснования. А выдуманы они или нет, это уже не важно, ибо заказ на них как был при Екатерине 2, так сохраняется и сегодня. Примес лжи В рамках работы Комиссии отыскивается АИ. Мусинам Пушкинам Лаврентьевский свод, доселе никому неизвестный и вообще нигде никем в истории не упоминаемый. Его АИ. Мусин Пушкин торжественно преподносит императрице, как огромную находку, ибо он реализует сразу массу наказов и Екатерины при сочинении истории. Российские энциклопедии сегодня сообщают, лаврентьевская летопись вслед за повестью временных лет содержит описание событий южно-русских, а затем, Владимир Суздальска Руси. Владимирские летописцы рассматривали Владимирских князей-преемниками киевских, а Владимир считали новым центром политической жизни Руси. С 1285 года в лаврентьевской летописи начинается ряд датированных тверских известий, что говорит о начале тверского летописания. Просматривается в лаврентьевской летописи и тверской свод 1305 год, соединяющий материалы различных областей, и стремящийся быть общерусским. Владимир Белинский комментирует, летописцы то, оказывается, киевские, суздальские, владимирские, тверские и прочие только тем и занимались, что проповедовали общерусскую идею из века в век, и в 1070 году, и в 1170 году, и в 1281 году, и в 1305 году, и в 1377 году. И это во время, когда в Киевской земле жили поляне и прочие славяне, а в Залешанской земле жили финские племена Амери, Мурома до весь этого время, когда жители Южной Руси люто ненавидели жителей Северной Руси, по С.М. Соловьеву и В.О. Ключевскому. И, наконец, это происходило во время, когда в Суздальской земле священники зачастую не знали «Очи наш», но при этом они, оказывается, были великорусскими державниками. Надобно еще напомнить, что писались такие великолепные своды в Мирянских и Мурамских огороженных, частоколом, селах. Отсюда, уважаемый читатель, делай выводы сам. Только еще раз обрати внимание, что нашел граф Ай. Мусин Пушкин Лаврентьевский свод только в 1792 году. Именно в то время, когда ей повелела матушка-императрица. Интересно, что к сексе летописи относятся осторожно и скептически. Лаврентьевская летопись. В 1792 году ее приобрел Ай. Мусин Пушкин не нашел, а приобрел, у кого, не проследить, как весьма темным является ее происхождение для науки. То есть, очередная подделка. Вскоре Н.М. Карамзином был найден так называемый Ипатьевский летописный свод. Зачем же он был найден? В 1803 году Карамзин приступил к сочинению истории государства российского. Уже в 1811 году Карамзин прочитал первые главы книги императору Александру I, где были написаны главы нашествия Батая на Суздальскую землю. Усевшись за стол и приступив к сочинению истории государства российского, Карамзин перелистал все открытое до него летописные своды, но ни в одном из них не обнаружил время основания Москвы. А главнейшей идеей сверхпатриотического сочинения Карамзина, татарина, потомка татар-мурсорды, являлась воспевание славы Москвы и Москве из-за собирания земли русской. При этом автоматически считалось, что раз Суздальская земля появилась во времена рассвета Великого Киевского княжения, то родственная, мол, связь видимо невооруженным глазом. Но у Карамзина, при изложении истории государства российского, московский след оказался очень грязным, да и хотел того автора или нет, но ему пришлось показать весь путь унижений Москве и после покорения Суздальской земли татаро-монголами, хотя все унижения подаются в хвалебном и величественном духе. Но даже Н.М. Карамзин в своих рассуждениях увидел противоречие. Все Суздальско-Владимирские княжества с 1237 года превратились в улусы Золотой Орды, и в то улусное время вдруг появляется московское владение в составе Золотой Орды. Все говорит о том, что впоследствии Москва, как государственное образование, должна вести свою родословную с татаро-монгольского улуса. Так как Московия с помощью ханских войск и благодаря им поглотила Рязани или Тверь, Новгород или Торжок и так далее, она ведь всего лишь собирала мелкие татаро-монгольские улусы, оставаясь большим улусом. Углядев великих татаро-монгольских предков в рождении Москвы и Московии, Карамзину ничего не оставалось делать, как искать новый летописный свод, дабы хоть само появление поселения Москва зафиксировать ранее нашествие татаро-монголов. И в 1809 году он находит так называемый Ипатийский летописный свод. Мол, глядите, «Сами киевские летописцы зафиксировали наше появление на свет Божий». Именно в Ипатийском летописном своде, где сведены киевские и галицко-волынские летописи, впервые упоминается слово Москова. Забавно, что сам Николай Михайлович Карамзин и не стеснялся признаться в том, что многое в написанном своей рукой попросту выдумал. Вот что он пишет об истории вообще и своей в частности. Но история, говорят, наполнена ложью, скажем лучше, что в ней, как в деле человеческом. Бывает примес лжи, однако ж характер истины всегда более или менее сохраняется, и сего довольно для нас, чтобы составить себе общее понятие о людях и деяниях. Н.Н. Карамзин История, то мы, строение 18, вот и догадывайся, сколько примес лжи подбросил автор истории государства российского. Вернемся к Ипатьевскому летописному своду Карамзина. Вот как передал нам Н.М. Карамзин слова Юрия Долгорукого, сказанные якобы в 1147 году. «Приди ко мне, братья, в Москву». Это обращение князя, не поимевшего на дело в Киевской Руси, к Новгородсеверскому князю Святославу и по велению Н.М. Карамзина. Новгородсеверский князь двинулся ради рюмашки в 30-е царство за тысячу километров по непроходимым лесам и топим, на два года опасного пути, дабы засвидетельствовать появление миру какой-то деревни Москвы от названия реки Москва, произошедшего от названия туземного мордовского народа Мокши Макса. Сегодня историки это считают полной выдумкой Карамзина ради имперских нужд Москвы. Причем, выдумкой, абсолютно ничем не доказанной научно. Фактически Святослав, по этой версии, якобы предвидел в этой захолустной деревушке Мокша рождение столицы Великой России и приемника Киевской Руси, якобы проявил прозорливость. И эту же прозорливость проявил Юрий Долгорукий, всех дружно осенило, что именно тут, в этой мордовской деревне, будет столица Новой Руси. Все это кажется имперским бредом. Ключевский, понимая нелепости, писал уже иначе, напрочь забыв про находки Карамзина. В 1156 году, по летописи, князь Юрий Долгорукий заложил град Москву пониже у стенеглинной. В.О. Ключевский о русской истории, строение 132. Но и тут все не сходится. В 1156 году Юрий Долгорукий, задолго до этого вернувшись в Киевскую Русь, согласно Ключевскому, был великим киевским князем и сидел в Киеве до своей смерти, последовавшей в 1157 году. Зачем ему понадобилось за тысячу километров от Киева за год до смерти закладывать какую-то никому не нужную Москву, остается величайшей загадкой. Непонятно, как можно и зачем приказать кому-то, кому заложить град Москву за тысячу от себя километров. А самый главный российский абсурд, как сидящий в Киеве князь может заложить град с нерусским и именем Москва, с мордовским названием. Или он сам Мардуин, любящий создавать финские топонимы, или же все-таки Москва создана своим населением Мокша-Моксель, от которого идет это название Моксва, Мокс плюс Ва, Мокша плюс Ва да по-фински, затем измененный у Славина Москва, финская КС в корнях слов в славянском языке природно менялась на СК, согласно нормам русского языка. Единственный факт только в том, что ни в одном историческом первоисточнике, кроме придуманных екатерининских летописных сводов, не зафиксировано время появления поселения Москва до конца 13 века и не могло быть зафиксировано, ибо рождение поселений с финскими названиями русскими летописями не фиксировались, так как это было творчеством туземцев. Нет в русских летописях сведений о заложении Рязани, ранее Эрзе, Мурома, Калуге или Перми, финских топонимов. О рождении деревни с финским названием Москва вдруг в летописи фиксируется. Истинная история России, Лызлов. Не стоит думать, что Екатерина 2 стала первым человеком, написавшим собственную русскую историю. За 100 лет до создания Екатерины 2 комиссии один из современников Петра и Андрей Иванович Лызлов, умерший в 1696 году, написал в 1692 году серьезный труд, скифскую историю. Именно в этой работе Лызлов впервые попытался изложить историю будущей России. В те времена она называлась Московией, ее взаимоотношения с Киевской Руссией и Золотой Ордой. Скифская история охватывает время с древнейших веков до конца 16 века. Все сообщают, Лызлов использовал большой круг источников исторических сочинений, летописи, хронографы, разрядные книги, варианты казанской истории, украинские исторические труды, польско-литовские хроники, сочинения латино-итальянских и других авторов. Его скифская история, как ни странно, не была издана до 1776 года, хотя распространялась в рукописи. Издание книги в очень малых тиражах в 1776-1787 годах осуществил знаменитый издатель Н.М. Новиков. И в ответ на эти издания появился указ Екатерины 2, вводивший цензуру на книги по истории России. О чем же повествовала скифская история? Вот главные мысли, которые поведала И.Луизлов, изучивший древние первоисточники, 1. Монголы, пришедшие в 1237 году в Суздальскую землю, вовсе не монголы, а восточные и южные соседи Московии и Волжской Булгарии, татары, вернее тартары. Что является абсолютно верным, так как монголы в 13 веке имели всего несколько сот тысяч населения, сегодня их 2 миллиона, и вели одновременно войны на трех направлениях, Китай, Иран и Европа. То есть из Монголии пошла династия чингизидов и по пути завоеваний вовлекла покоренные народы Волги в орбиту своей государственности. Впоследствии Суздальские княжества, земля Моксель, вошли в состав единого государства Волги и повсеместно привлекались в завоевательные походы Золотой Орды, что полностью доказывается русскими источниками, но не признается российской исторической наукой, ссылающейся на версию истории, созданную комиссией Екатерины. 2. Жители Московии Это отдельно обособленный самобытный народ, ничего общего не имеющий с русскими, Киевская Русь, Литвой, поляками и так далее. Вот что пишет А.И. Луизлов, Скифия состоит из двух частей, одна европейская, в которой живем мы, то есть, Москва, московиты Мокша, россияне, украинцы, Литва, белорусы, волохи и татары европейские, крымские, нагайские и так далее. У Луизлова народ Москва, это и есть народ Мокша, Моксель, в славянском названии Москель, Москали, это финны Мокша, а вовсе не славяне. У Луизлова ни в одном месте не упоминается о каком-либо славянском родстве финнов-московитов и русинов Украины. Наоборот, очень четко подается мысль разграничения этносов Москвы и Киевской Руси. Причем, эта мысль господствует в серьезной аналитической работе еще в 1692 году, то есть до времени, когда Петр и повелел называть Московию российским государством, переименовав Московию в Россию. 3. У Луизлова не упоминается ни один, так называемый, летописный свод, свободно изучив множество архивов, перевороча в сотни первоисточников. Андрей Иванович Луизлов, написавший скифскую историю, нигде запятая не обнаружил ни одного запятая с тысяч русских летописных сводов, якобы впервые обнаруженных комиссией Екатерины 2. При этом он в архивах был на сотню лет раньше всяких Карамзинах, Мусинах, Пушкинах и прочих екатериненских подельников. А Бушков книги «Россия», которой не было.3 М. 2004, обращают внимание на тот любопытный факт, что у Луизлова и других историков 16-17 века нет никаких упоминаний о великом Нестере, который, по нынешним представлениям, творил не позднее 12 века, когда и создал якобы повесть временных лет. Бушков пишет, почему? Да потому, что в 16-17 веках о Нестере не слыхивали, не существовало еще его трудов, только и всего. Даже имени такого историки не знали. Бушков полагает, что повесть временных лет была написана по указанию Петра I на основе древних летописей, для обоснования его балтийских территориальных приобретений. Сей труд Петра обнаружил столь удачно в захваченном Кенигсберге. Однако Бушков тут ошибается, считая, что дал и злого не было труда Нестора. Он был, но в совсем ином виде. В нем было написано нечто рядовое, что не привлекало внимания историков. А вот только в тексте повести, якобы найденной Петром в Кенигсберге, впервые появляются в ней сенсационные страницы о приезде Рюрика в Ладогу, которых в настоящем труде Нестора никогда не было. Подробнее об этом, чуть ниже. Вообще же просматривается тенденция, как только российские государи захватывают себе новые земли, так тут же находятся исторические документы, якобы подтверждающие их права на них. Книга «Скифская история», дважды издана Н.И. Новиковым очень маленьким тиражом, никогда больше ни в царской, ни в большевистской империи не издавалась. Сам же Н.И. Новиков, успевший издать эту книгу до жестокой екатерининской цензуры, она последовала 25 июля 1787 года, впоследствии был арестован и надолго посажен в тюрьму. И только в 1990 году, во время развала Советской империи, в Москве третий раз за 300 лет была издана «Скифская история» ничтожным тиражом в 5000 экземпляров. Шила в мешке не утаишь, при всяком ослаблении имперской цензуры снова всплывают труды российских историков, писавших правду. Истинная история России Татищев Более трагичной оказалась судьба трудов Василия Никитича Татищева 1686-1750 год Г.Г., которые стали вообще как бы утерянными. Талантливый историк много лет трудился для России, но был отвергнут, а его книги уничтожены властью. К 1747 году он создал огромный труд «История российская» с самых древнейших времен. Сей труд был властью найден ненужным и уничтожен. Татищев имел доступ не только к государственным и церковным архивам, но и к архивам Казани, Астрахани и Сибири. Его книга имела ссылки на многие первоисточники, но эта книга не была издана при жизни автора. Даже более того, Татищеву запретили издавать книгу, заявив о его политическом вольнодумстве и ереси. А затем все рукописи Татищева исчезли. Все первоисточники, какими пользовался В.Н. Татищев с 1720 по 1745 годы к 80-м годам 18-й века были сосредоточены в архивах за семью замками, в тайниках Екатерина-2, куда доступ имели только доверенные лица. Вот слова работавшего в России с 1761 по 1767 год немца Августа Людвига Шлецера. В 1720 году Татищев был командирован Петром и в Сибирь. Тут он нашел у одного раскольник очень древний список Нестора. Как же он удивился, когда увидел, что он совершенно отличен от прежнего. Он думал, как и я сначала, что существует только один Нестор и одна летопись. Татищев мал и помалу собрал десяток списков, по ним и сообщенным ему другим вариантом составил одиннадцатый. Тут уместно вспомнить, что Татищев ранее изучал приобретенный при захвате Петром первый век Кенигсберг и якобы Радзивиловский текст повести временных лет, о нем мы говорили выше, в которой были с подачи Петра вклеены листы, касавшиеся появления Рюрика в ладоге, и страниц о ведении рода князей России от библейского Адама. Тогда Татищев заявил, что Нестор был не сведущ в русской истории, ибо этот кенигсбергский текст одиозно противоречил всем летописным текстам, известным Татищеву. Главная суть в том, что до находки Петра все существовавшие летописи давали совершенно другую картину возникновения Руси, и Татищев ей совершенно верил, так как она подтверждалась всеми источниками. А именно, Киевскую Русь создал вовсе не Рюрик, Киев еще до Рюрика стал русским от Голицкой Руси, а та стала ранее Русью от Руси Рутении, колонии Славен Палабле, располагавшейся на территории нынешней Венгрии и Австрии, ее столицей был город Кеве, это Венгерская Русь, существовавшая до 12 века, отражена во всех европейских хрониках, включая создал только очередную новую русскую колонию, построил Новгород как продолжение старого города Палабской Руси, ныне Альденбург в Германии, и когда посланные Москольд и Дир пришли к Киеву, то увидели, что там уже правят русские князья, но другой Руси, не подчинявшейся Абодритам и датчанам, началась межрусская война за Киев. Замечу, что до сих пор многие российские историки недоумевают или считают ошибкой летописи тот факт, что князья Киева ответили посланцам Рюрика, что тут уже правят русские князья. Это кажется нелепым только версией истории, выдуманной Петром, ему помогали нанятые немецкие историки, которая напрочь отрицала какую-либо русскую историю Киева, Галиции, Венгерской Руси Рукени и даже Палабской Руси, русской народов абодритов, лютичей, ругов русов, лужецких сербов и Д.Р. Петр повелел считать, что Русь родилась именно в Московии, это давало права на все земли, так или иначе связанные в истории с Русью. Татищев же нашел в своих изысканиях неугодный факт существования в Европе многих Русей за долго до высадки Рюрика в Ладоге, одновременно показывая, что в то время на территории в том числе Татищев, воссоздавая в своих исследованиях истинную историю Руси, вроде бы смог, согласно туманным намекам Августа Людвига Шлецера, найти родословную русских киевских князей до Рюрика, которая к Рюрику никакого отношения не имела, как и к Московии и Петра, но зато имела отношение к Центральной Европе и существовавшим тогда русским королевством и княжеством, их было несколько. Все это помогает понять недоумение Татищева, когда он познакомился с найденным Петром списком повести временных лет, а дальше недоумение стало еще большим, переходя в протест. В Сибири Татищев нашел другие древние списки повести временных лет, лишенные Петровской правки. И его мнение тут совершенно изменилось, он обнаружил, что Петр занимался фальсификацией истории, сфальсифицировал кенигсбергский текст повести, который абсолютно не соответствовал спискам этого текста, найденным Татищевым в Сибири. С этого времени Татищев стал в опале, а все его исследования истории стали для государства крамольными. Вся крамола Татищева заключается в том, что он честно писал о финской и ордынской истории России и честно возмущался попытками российской власти скрыть эту историю. Не кажется ли очень странным тот факт, что к нам не дошли даже татищевские первоисточники? А ведь все они были засекречены на руках у Екатерины 2. Всему не стоит удивляться, такие странности сопутствуют русской истории повсеместно. Владимир Белинский несколько эмоционально говорит, именно после повеления Петра и, преобразовавшего Московию в российское государство, элита Московии начала задумываться о необходимости создания целостной истории собственного государства. Но только с появлением на русском престоле Екатерина 2, европейски образованного человека, правящей элите удалось загнать сюжет московской истории в заданное проимперское русло, своровав у Киевской Руси и ее законное название Русь, приписав это имя финно-татарскому этносу Московии. Все было обосновано по потребе. 1. Лживо облагородили Александра, так называемого Невского, 2. Сочинили миф о Москве, скрыв правду о ее татаро-монгольских прародителях, 3. Вернейшего защитника единства Золотой Орды Дмитрия Донского превратили в защитника независимости Московии, 4. И прочее, и прочее. Летописные своды тысячами заполонили российскую историческую науку, а единичные исторические первоисточники исчезли бесследно. И нас заставляют верить этому фокусу и этой лжи. Понятен эмоциональный подход украинского историка, видящего в создании этих мифов уничтожения государственности его украинского народа и самого Киева как столицы чего-либо суверенного. Если же оставаться научно беспристрастными, то историческая наука стран СМГ обязана признать факт одиозной фальсификации истории комиссии Екатерины 2. Причем, если это отвергается до сих пор кем-то в России из отживших свое имперских соображений, то это к науке никакого отношения не имеет. Надо разграничить нашу настоящую историю от мифических воззрений на то, как бы хотелось ее видеть кому-то. О том, как Екатерина 2 фальсифицировала историю ВКЛ Беларуси, тема уже другой публикации.